Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые посетители клуба Скворечня. Мы продолжаем занятия в школе квалифицированного зрителя в проекте «Искусство видень». Продолжаем разговор о японском искусстве. Сегодня мы закончим этот разговор, чтобы приняться уже за другие темы. Но пока мне хочется обратить внимание и зрителей, и слушателей на необыкновенную тонкость, на необыкновенную тонкость чувств. Культура Токугава – это мужская маскулинная культура. Откуда взялись вот эти художники, которые тончайшим образом? Вот другого слова тут не подберешь. Может быть это связано с тем, что все-таки вторая половина этой эпохи – это самурайство начинает угасать. Они начинают терять свои, как сказать, какие-то материальные вещи, лишаются постоянного содержания. Вот они содержали, допустим, театр «Но» и выделяли там пайку риса, что называется, актерам. Так вот это прекратилось. И другая сила выходит на поверхность общественной жизни. И эта сила в Европе называется третье сословие. Это торговцы, это ремесленники, это люди, которые не имеют отношения к знати, к аристократии и так далее. Казалось бы, должна упасть культура-то, она должна тогда приобрести площадный характер, низкий юмор, что-то такое. Но этого практически не произошло. Все-таки высокое искусство графического изображения осталось и несмотря на. Значит, вот тоже Мору-Ноба, опять же, женщина читает любовное письмо. Это мы можем понять, что она путешествует верхом на карпе. И мы тут сразу включаем символику. Потому что карп – это символ стойкости мужества, но это к мужчинам. А если к женщинам – это символ терпения. Потому что это единственная рыба, которая не подпрыгивает на сковородке, когда ее жарят и так далее. То есть, вы понимаете, все-таки какие культурные коды надо включать, когда мы сталкиваемся с восточной культурой вообще. Иначе мы на униоте… Ну вот сидит, значит, тетка, простите меня, читает письмо верхом на рыбе, царь рыбе. Вот, пожалуй, все, что мы прочтем. А если мы вот эти коды включим, то, может быть, луна. Или вот ветер, вот просто мотив. Вот ветер. Посмотрите, как расходятся эти фигуры. Какая вообще динамичная получается и очень интересная линия. Но тоже ведь, если бы европейцы, допустим, ветер, то это листья там, как-нибудь, что-нибудь будет такое, да? Здесь все-таки всегда вот сурдинку. Или вот девушка идет. И вот вы тоже видите вот эти синтаистские ворота. Вот идет девушка. У нее в руках, видимо, запечатанное послание. Опять же, любовное. Она им раскачивает, прочтет, нет, ответит, нет, да? И вот эти синтаистские ворота означают вход в какое-то сакральное пространство. Пространство храма. Туда она идет. Или она, может быть, мимо идет. И, как она говорит, ей ехало-болело, может быть, вот эти все храмовые вещи с тремя соснами. А три сосны – это тоже разговор о столь мужестве, учености там и так далее, и так далее. Но, опять же, это примета мужской культуры. А она идет себе мимо. Вот девушка идет. Линия. Сушка нитей, о которой я вам говорил, вот эти трудовые процессы. Или вот грустные мелодии Тори и Кио Нага. Один из известнейших мастеров у Кио Э. Значит, тут вот что надо еще сказать. Распространение этих листков очень, ну, как бы взрывной характер носило. Потому что очень модно, например, было обмениваться поздравительными открытками. Их называли Суринома. И специальные художники рисовали вот эти поздравительные иероглифы, какие-то смешные картинки. И это все в миллионной материи. Но все-таки это зависело от издателя. Вот если появился издатель, и он видел художника, он давал ему иллюстрировать какие-то тексты. Отдельно выпускал его гравюры. То есть это был целый бизнес. Огромный, огромный бизнес. Вот такая забавная картинка. Вообще она называется, по-моему, окончание вечеринки карпов. Ну, по-моему, даже подчеркнуто, какой-то алкогольной вечеринки. Вот что-то такое. То есть выпившие карпа одному, лягушка забралась на ее. То есть все это очень потешно. И я хочу подчеркнуть, что не только вот изнеженные все эти девушки идут, да девушки не идут. А разные все-таки. Вот у Ки-Ёэ. Бесконечно переходящий мир. Разумеется, не могли обойтись и без вот такого рода сюжетов. Красотки. Вот это красотки квартала Йоси-Вара. Вот любимое у них занятие в горячей воде. Вот вы знаете, я в скобках замечу, что небольшая гостиница, никакая недорогая для бизнесменов. Вместо ванны там стоит, вернее не стоит такое углубление, в которое, ну, ты в душ, допустим, принять. Да ничего подобного. Встаешь и вот так под шею сразу. А вода течет только горячая. Почти кипяток. Подождал маленько, может остынет, не остывает. Значит, пришлось вот в этот почти кипяток забираться. Это вот любимое занятие у них. И, кстати, когда наши послы Голицын, он пишет, что его отказываются принимать, смотрят с недоверием. А чего? Оказывается, выяснилось, что он моется холодной водой. Принимает холодный душ. Блин, вот это как холодный душ. С ума сошел, что ли? Сумасшедший. И подальше от Голицына. Так что вот эти вот сцены, или вот баня, например, шаечки привычные нам. Но все-таки, опять же, отметьте вот такую врожденную, что ли, скромность. И не выпячивая ни подчеркивание. Сложную композицию отметьте. Асимметричную такую. Ну, наконец, у Итокитагао Утамара. «Три красавицы» – это знаменитый японский художник. Вот он очень был, конечно, в Европе очень востребован. И сейчас нет-нет, да вот календари смотришь, там крупные его красавицы. Красавицы-красавицы. Значит, что Утамара, то чем он оказался интересен? Он первый взял крупный план. Вот этот рапид, которому импрессионисты-то пришли только в творчестве Дега. И очень позднее, чем, конечно, это сделал Утамара. Он умер в 1806 году. Как вы думаете? И уже вот этот крупный план, ну, полурапид. Здесь нет, конечно, такого ракурса и такого среза. Но все-таки, вы посмотрите, опять же, бездна культуры, вкуса. Какой-то находки такой, да? Вот если бы это не рука на шее, то было бы не так интересно. А тут какая-то, знаете, линия, уходящая туда, между зеркалом этой женщиной. Бог его знает. Вот Утамара. Вот свидание называется работа. И вот это укропнение, оно, видимо, как-то предположило и такие психологические особенности, не свойственные раньше у Кио. Там просто, ну, вот, вы видели, да? А тут какое-то психологическое напряжение. Хотя не понять, что тут. Какая-то, ну, скандал, не скандал. Они такие бесстрастные, в общем-то. Не помню. Вот любовная сцена. Ну, Утамара редко заходит за пределы приличия, опять же. Хотя ведь разработки, связанные с поведением в постели, уж простите меня, были ничуть не меньше, чем Камасутра. Но все-таки по-другому. Я не рискну забраться в эту тему глубоко, но скажу, что одна из, ну, будем говорить так, поз, называлась, допустим, вечерний свет Луны. Ну, вот опять, как говорят в Одессе, опять за рыбу грошей. То есть всегда какая-то предполагается, ну, поэтическая составляющая. Ну, повторяю максимум, что Утамара себе позволял. Десять типов женской красоты. Ну, кто хочет попробовать, попробуйте. Чем типы отличаются друг от друга? Вот один тип, а вот другой. Я убей. Утамара был такой не, как бы это сказать-то, неутомимый. Он, конечно, сделал сотни и сотни видов красавиц, насекомых. Он первый обратился к изображению таких маленьких вещей. Китайцы-то давно, а японцы-то редко. Поэтому насекомые какие-то фрукты, овощи, какие-то вещи. Дождь, тоже, знаете, состояние погоды – это совсем уже не средневековая деталь. Потому что средневековое искусство тяготеет к изображению вечных вещей, да? Там даже, ну, вот весну-осень-то это такая проблема. Ну, вспомните нашу икону, например. Или вот у него любимая тема Ямауба и Кентаро «Сын ее». То есть там же, вот в этом веселом квартале, он находил каких-то женщин, которые воспитывали детей, и с удовольствием их рисовал, и с удовольствием делал с них какие-то гравюры. Ну, вот ожидание. Чудо чудесное. Гневное ожидание. Есть же поговорка, чем дольше тебя ждет человек, тем больше он тебя ненавидит. Я думаю, что здесь уже какой-то некий предел. Хотя, хотя, да. Нет, суженые глаза – это по-японски радость. Да, открытые глаза – это гнев. А суженые – это удовольствие и счастье. Может, дремлет. Может, дремлет, может, поджидает с удовольствием. Как ждет любовник молодой. Минуты верного свидания. Ну, вот такие, допустим. А вот это уже испытание верной с любви, ссора. И почему-то вот исследователи пишут о том, что что-то там мужчина как бы, вот он взорвется вот, и это. И мне кажется, что здесь доминирует и женщина. Ну, я не знаю, вот тут разбираться надо, кто виноват, кто прав, и чем закончится эта ссора. Но вот вы посмотрите, тончайше опять цветовую-то разработку. Вот после этого как-то даже, ну, вот в европейскую жизнь привыкнуть надо, привыкнуть сначала. Чтобы это не казалось слишком грубо, грубо и дерзко. Тайная встреча. Ну, это тоже какой-то производственный процесс, по-моему, изготовление бумаги. Высшее общество. Кактус, что ли, какой-то у них там. Бонсай, наверное. Ну, вот женщина с трубкой. Я думаю, это какое-то веселящее вещество, потому что я сам курю трубку, и я не знаю, как можно курить такую. Это тут надо что-то туда такое положить, чтобы хватило одной затяжки. Вот. А вот это, вот это, как бы, агравюра погубила у Тамара. Он очень рано умер. И, в общем, это получилось вследствие того, что он, как бы, чуть пошутил, пошутил. Знаете, как-то смотрел КВН, и там, значит, соревнование шло между военным училищем каким-то и сибирской командой, по-моему, из Новосибирска. И такой был Пилипенко, член жюри, он встал и говорит, когда надо было говорить, кто как выступил, он говорит, ну, вы знаете, шутники у нас традиционно живут в Сибири, но военные шутят острее. И присудил победу в команде военного училища. Так вот здесь у Тамара пошутил, а военные-то люди отреагировали неадекватно. Это Хидиоси, Хидзёси. Это Сюгун, который объединил Японию. Один из, так сказать, символов японской государственности. И у Тамара сделал исторические композиции на тему Хидзёси и пять его наложниц. И изобразил этого Хидзёси в не очень приглядной обстановке. Ну, во всяком случае, здесь вот он с наложницами со своими. А вот из-за этого он пострадал, потому что здесь этот Хидзёси зачем-то высунул язык. Зачем он это сделал? Зачем? Кому это нужно? Вот он с высунутым языком. Его, значит, сатрап заигрывает с мальчиком. В общем, вот эта штука была расценена как оскорбление высшей власти. Его ненадолго посадили по нашим-то меркам. Пустяк там два месяца. Но его приговорили к связанным рукам. Вот умеют наказывать художника, да? То есть ему связали руки. И он два месяца, ну уж я не знаю, как он там обходился, но он не мог ничего делать. И у него немного... Ну, словом, он умер через шесть месяцев после того, как освободился. Вот так. Закончил свою жизнь великий Утамар. По-моему, 53-х лет. Такая у него оказалась короткая жизнь. Вот из-за такой шутки, из-за такого, в общем-то, пустяка. Еще один автор, Сераку Кабуки. Сераку, вернее, Кабуки изображен. И здесь, значит, тоже его преимущество. Это крупные планы актеров и попытка передать вот психологическое состояние. Но только через ротовую пол, через рот. Потому что, опять же, какие-то отличия трудно обнаружить. А вот подчеркнута разная форма рта давала вот такие какие-то вещи. Очень известный был автор. Хотя мы уже с вами прекрасно представляем характер аксилографии. Так, и вот осталось нам двух авторов посмотреть. Кацусиха Хокусай. Он так известен в мире. Хотя у него было 30 имен, псевдо. Они меняют, у них большая традиция такая. В юности один, одно имя в зрелости, другое и так далее. У Хокусая было 30. Но его знают вот как Кацусиха Хокусай. Или как он подписывался старик, одержимый рисунком. Старик, одержимый рисунком. Это самый известный японский художник. Жизнь его сложилась, бог его знает, счастлива, несчастлива. Отец его был стекольщик. Мама конкубина. Так называют незаконных жен. Значит, он с 6 лет начал рисовать. И потом записал, что вот я с 6 начал рисовать. В 30 я научился изображать то. В 40 все. В 50 я научился проводить линию. И бог даст, в 80 я научусь ставить точку. Вот такой он был ответственный рисовальщик. Значит, ну я не буду рассказывать всю его биографию, хотя она довольно известна. Но он, значит, прославился несколькими графическими сериями, которые я хочу вам показать. Ну вот, такие ранние его работы. Называется «Хурма и кузнечик». По поводу нее такой стих. «Свет осенней луны мы встречаем вином. Стаканов не счесть. А бедный кузнечик отведает ли сладкий сок хурмы». Вот такой стишок. И тут мы видим первую лапу мастера, что называется. То есть изображение деталей. Ну, вот я чуть попозже об этом скажу. Чуть попозже об этом скажу. Вот такие вот Суринома. Собственно, свои какие-то деньги незначительные. Он сделал вот на этих поздравительных открытках, которые японцы рассылают друг к другу очень часто. Видите, какая-то игра золотых рыб, и черепахи, и тоже все это прочитывается, и символ долголетия, и пожелания всяческих богатств. Вот манга. Его знаменитая серия человеческих типов, каких-то, ну, как бы это сказать-то, персонажей. Все, что угодно, все, что попадало ему вообще в поле зрения, он зарисовал и зарисовал, и зарисовал. И огромные вот эти книги манга, предшественники комиксов, они очень известны. Вот это «Ветер» называется, да. Вот как он срывает, как он, как наш Федотов. Вы помните, он наблюдал, как люди садятся, как у них там брюшко, сюртучок. Вот это все он тщательным образом, как фотограф, зарисовал. Так же примерно. Или вот человеческие типы, физиономии. И вот представьте, таких сотни и сотни старик, одержимый рисунком. Ну, это борцы сумо. Есть, кстати, и неприличные, тоже я не в силах их показать. Ну, какие тут смешные борцы сумо-то. Ну, тоже какие-то борцы или гимнасты, или бог его знает. Но с такой все-таки комической всегда составляющей. Вот борцы сумо. Вы знаете, они очень популярны в Японии и так далее, и так далее. Хотя начало этой борьбы возникло из-за того, что люди просто пытались столкнуть друг с другом земляного круга. Когда делили рисовые поля, кто спихнет, тот занимает, и так далее. Такое происхождение. Ну, вот еще, значит, какие-то рисунки. Вот слон, например. Вот вы чувствуете уже, конечно, руку-то не фиксатора, а графика художника. Который, конечно, преодолевая какие-то вот такое описывание формы, создает образ. Образ слона. Да и везде, вот за что он ни возьмись, тут и бит струк. Тут тебе и вообще всякая любая европейская какая-то. Вот смотрите, длинные руки. По-моему, да, разные чудеса называются. Ну, такие руки бывают только у поклонников Стаса Михайла. Ну, как? Надо же хлопать. А, ну, нет, ну, конечно, это придумка какая-то. Или вот просто мост. И вот он создал, что, 200 тысяч гравюр? Вот не ошибаюсь ли я. Ну, или вот его такие сложнейшие, опять же, вещи называются сон жены рыбака. Вот она сюрреалистов восхищала. И там спрятаны столько разных хитрых смыслов и эротических, и каких угодно. Это распространенная легенда о том, ну, сон, ее осьминог является, там, сон жены рыбака. И что из этого выделывается, я опять же в силу природной скромности своей показать вам не могу. Желающих отсылает в интернет. Ну, вот такие какие-то, опять же, любовные сцены. Ну, гораздо интереснее все-таки вот его знаменитые 36 видов фудзи. 36 видов фудзи-ямы. Яма по-японски гора, поэтому можно говорить фудзи-яма, а можно фудзи. Фудзи – это, конечно, символ Японии, без всякого сомнения. Вот когда мы ехали на этом скоростном поезде из Киота в Осаку, мы сидели с Киноте в первом вагоне, как курящие люди. Как он мне пояснил, в случае крушения пускай сначала погибут эти гады курящие, пускай они отправляются в ад, как говорили. Ну, потом вышло жутко, потому что обратно мы ехали, мы были, наоборот, в хосте поезда. Вот курящий вагон. Сижу, никого не трогаю. Вдруг подходит стюардесса. А эти поезда летают так, 500 км в час, что действительно как самолет. Вот, что стюардессы ходят. И с поклоном мне что-то говорит. И Киноте мне переводит, что она извинилась за то, что вы не можете наблюдать панораму фудзи. Мы проезжаем, но она в тумане, в облаках. И, к сожалению, наш гость не сможет. И она кланяется и извиняется, что вот вы не увидите. Ну, думаю, не увижу. Так вот, 36 видов фудзи, потом у него 100 видов фудзи есть. Где вот это как раз, уж тут скажем, трудовой процесс, вот этот рыбак, совмещается с видом этой горы. И вот это у него, во всяком случае, в этой серии всегда присутствует. Но, отметьте, высочайшее декоративное качество. И везде действительно фудзи на заднем плане, а на переднем. Вот это вот людская суета. Вот это то, что возникло в эпоху Эда. Что природа не храм и не дом, а место деятельности, мастерская. Японцы же, они такие все придумывают, что-то делают, мастерят и так далее. И вот это, конечно, пафос новой культуры. Новой культуры. Вот бачар знаменитая вещь. Огромная бочка. Вот мастерит. И на заднем плане обязательно фудзи. Но вот чтобы понять, мимо чего мы можем иногда пройти, мне хочется вот здесь остановиться и сосредоточиться. Знаменитая волна в Канагаве. Префектура Канагава. Вот давайте, значит, посмотрим на эту работу. Значит, сначала мы должны отметить, что, видимо, все-таки грибцы, которые там присутствуют, лодки, видимо, китобойные, они погибнут. Потому что волна, как правильно Штейнер подчеркивает, как будто когти. Как будто она вот рассыпается на что-то такое очень агрессивное, готовое сцепиться. Но если мы посмотрим слева направо, как это принято на востоке, то, может быть, мы подчеркнем, что эти лодки ускользнут, что они проткнут волну, и они, в общем-то, не находятся здесь, такой особенно смертельной опасности. Не навстречу этой волне плывут, так сказать, эти люди. Дальше, когда мы с вами смотрим внимательно на гору, то вверху мы с вами увидим... Нет, сначала мы увидим подобие. Вот эта гора, а эта волна точно такая же, повторяют друг друга. Это ведь классический пейзаж горы-воды, Шаньшуй. Вода и гора. Вода как принцип изменчивости, текучести, гора как принцип чего-то постоянного. Но они похожи друг на друга. И гора, и вода, они из одного мира. Мир целен. Мир состоит из просто изменяющихся вещей, но это не противоположные вещи. Да, собственно, и сама-то композиция всего листа – это некий такой круговорот, такая дхарма, вот это круговорот частиц, где в центре находится священная гора, а все вокруг – люди, вода в таком вот колесе. Но самое любопытное, что если мы присмотримся к верхушке фудзи, то мы там обнаружим… Нет, сначала надо сказать, что фудзи – два иероглифа есть. Одно просто фудзи, а другое переводится как «не два». «Не два» – это значит «уникальный». Фудзи – «не два». Ну как же? Мы же видим вот подобие. Это начинается ирония Хакусая. Гора – вода. Как же «не два»-то? Вот же удвоение. Но когда мы вас смотрим наверх, здесь не видно, это надо внимательно рассмотреть, мы обнаружим таки два треугольничка пересеченные. Вот так вот. Два. Не два. Так вот я вам должен сказать, что вот эти пересеченные треугольнички означают гейш и проституток самого высокого пошиба. Вот в этих каталогах Йосивара, там под этим значком значатся самые дорогие клиентки, обитательницы. Это что ж такое получается-то? Он чего опять не боялся-то? Если он на символ Японии водружает, ведь там гора, она не такая. Там есть, конечно, провал, но не такой. Это вот та ирония, которая пронизывает и этот лист в том числе. Что значит не два? Что значит уникальность? Сказать, что он насмехается? Ну, вряд ли. Ну, вот Айвазовский, да? Ведь когда мы с вами замечаем, что там моряки-то турецкие, девятый вал, что там не русские моряки-то, а турецкие, и цепляются они за обломки креста, представляет собой мачтый крест, и там тоже встает равнодушное солнце слева, которое таким почти мертвенным, вот эту зыбь освещает, барахтуются люди. Но то, что это турки, мы как-то по-другому начинаем трагедию человеческую воспринимать. Точно так же, когда мы узнаем, что Муму была не просто собачонкой, а с Паниелем. И охотник Тургенев отчетливо описывает именно с Паниеля. И тогда трагедия Герасима приобретает какие-то другие очертания, другие краски. Одно дело дворняжку полюбил, другое дело хорошая охотничья собака. Вот так и здесь. То есть вот эти детали, мелочи, они приводят к какой-то легкой коррекции. Вот это, может быть, самые знаменитые работы Куксая, которая везде-везде-везде, как говорится, репродуцируется. Ну, все-таки, конечно, самое знаменитое вот это, называется «Красный ветер». Или «Победный ветер» вот из этой серии. Вот здесь, как мы видим, никаких трудовых процессов нет, никаких людей нет. Просто, причем самое потрясающее, что оказывается, два-три дня в году, когда дует благоприятный ветер, в ранней осенью, на восходе, Фудзияма становится такого цвета. То есть он как бы изобрал, он с натуры как бы рисовал, а получился символ всей Японии. Вот она как символ идет. Флаг-то у них, как известно, солнце, а вот это Фудзи, «Победный ветер», это вот как бы символ. И небо, и все тут на свете, как бы и леса, доходящие только до середины. Ну и Анда Хиросиге, это еще один автор, он современник, но он вообще говоря, завершил традицию укиё, а потому что он, ну как вот вы скажете, как квалифицированы зрители, ну не то чтобы впал, но он стал декоративен. Вот это мешает символике и иронике, как у Кусава, или психологии у Тамара. То есть он, конечно, был дико популярен. И сейчас везде мы можем встретить, ну уж он чересчур красив. Вот понимаете, такая есть немного, немного, хотя вот такой вполне, вполне достойный лист. А значит, укиё закончился период в 1861 году, когда произошла реставрация Мэйнзи, реставрация потому, что власть в Японии перешла к императору, единоличная, началась эпоха Мэйнзи, это было по заввению традиции укиё, они вышли из моды, фотография заменила вот эту массовую продукцию. Ну там много разных процессов произошло, но самое главное открылся железный занавес. Уже до этого учебники по анатомии попадали, это очень важно. Итальянское возрождение началось с лекцией в Болонии, с лекцией по анатомии. Значит, учения Коперника, то есть вот эти все какие-то старые трещали по швам. И к середине 19 века вот всё, Япония изменилась, ну кардинально, радикально, как хотите. Другое дело, что всё это закончилось в 45-м годах. И вот эта империя, которая возникла, царя империалистическая, которая смогла победить Россию, воевала в Китае, очень агрессивно была по отношению Кореи, ко всем своим соседям, всё это закончилось вот таким трагическим атомным ударом. Сейчас Япония совсем другая, в этом убедился, хотя иной раз грузовичок с криками «Бонзай!» и с флагами, где с красное солнышко, ездят по улицам и Токио, и Киото, но на них уже так немного обращают внимание. Ну, не знаю, насколько нам удалось приблизиться, но мне кажется, что всё-таки ваша квалификация в этом смысле повысилась. И столкновение с японской культурой для вас теперь не будет полной неожиданностью. Спасибо за внимание, до следующих встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ